Матрельки Кто же от боли его защитит? Тусэнт, край вина и любви. Таким он мне и запомнился. Кое-что в Боклере успело измениться. Осмотрись при случае. Сам во всем убедишься. Как по мне, Боклер всегда был такой сказкой. Рыцари, эльфские дворцы. Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься. И в том клянусь я цаплей. Рыцари. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждет другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает. Она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они все не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю ее милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гелева. И я сопровожу вас к княгине. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин Де Пейрак Пейран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще. Но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Мертвеца, встал я чуть в свет, как обычно. Смотрю, небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев, досточтимой княгиней, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин Де Пиерак Пейран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом гости. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином Де Пиерак Пейран. Довольно меня подначивать. Геральт мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестии. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно, гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт. Не то мы тут до зимы останемся. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки. Потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Корвобьянку, чтобы держать на холоде. Что? Корвобьянка — это вотчина барона Росселя. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка Кабачика. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаев. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества. Теперь они превратились в крохоборов. Как дам тебе сейчас! Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит достоинство грешников. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов, и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов последнее время высыпало, как у больного Чириев. И все твердят то же самое. Благодарю за гостеприимство, мне пора. Пойду осмотрю тело. Корва Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги, наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то. Еще до отъезда в Велин, достопочтимая княжна оказала мне великую честь, и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнения уходящая корнями в давней традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мельтон. Убийца еще где-то здесь. Подвали. Ты... Ты была на постоялом дворе. Зачем ты убила этих людей? Дело ведь не в жажде крови. Нам не обязательно драться. Ошибаешься. Ошибаешься. Я не могу отпустить тебя. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Что Брукса делала устава? Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Он долго лежал в воде, голова распухла, на ней видно несколько укусов. Ммм, у него в глотке что-то есть. Мельфгардские флораны из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убила не Брукс, а ретья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность столько времени оставалась жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне! Началось. Придется подождать, Лебенни. Не нравится мне все это. Блядь. Поможем им. Мои без шести вперед! Тише, тише. Он не умеет, держится, гагатюшка. Ах, горе рыцарю! Шарлей дави с огромной душей! Удар он тяжкой лапой дал! Над всему реченьем знал! Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил Шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь! Так, займитесь бестией. Гильон? Еще немного, и парень был бы мертв. Со мной... Все... В порядке. Вивиенна? Улыбнись, как пристало герою, и молчи. Игра может говорить. Она как раз идет сюда. Геральт. Надо... Поговорить. Вивиенна... Позже поговорите, в палатку. Это было великолепно. Ошеломительно. Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады. Я краб... Крайне благодарен. Займитесь нашим юным героем. Быстро. Раз, два. А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость. Я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется. Только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, поищем его. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость. Ведьмак. Я осматривал тело последней жертвы. И похоже нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин де ла Тур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правда ли, говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы ткани для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Хозяином винодельни ты становишься с этой минуты. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделием. Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обманывал. Он просил освободить его от придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак. Рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром. Но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы — рыцари, лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость — шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флораны. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Может, бестия действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб. Вместо мудрости шутовство. Вместо щедрости кашель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Что-то в этом есть. Если это версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства. Рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый как заяц. Возможно ли? Следующая жертва Мельтон де Пейрак Пейран? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет де Пейрак Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак. Все четверо были в одной рыцарской дружине. Ваша милость, нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады. И мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Ваша милость! Эх! Зараза! Вот я... Ваша милость, я... Только не помни. Гони! Это шелк, осторожней! Отдай мне! Жди здесь. А? А? Что такое? Это еще что? Это еще что-то. Я здесь Это случайно не твоя? Оставь себе, если хочешь У меня уже новая Я не знаю тебя Не причинял тебе зла А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки Теперь гонишься за мной Ты следующий Не думаю Видишь ли, у меня остались кое-какие дела Убийство? Всего одно Ну, не считая тебя Ты должен сидеть дома Регенерируйся Регенерируйся Ты попал в беду Я хочу помочь Я сам справлюсь Нет Он мой друг Привет, Геральт Регис Ты... ты живой? Да И в полном порядке Раны на вампирах Заживают быстрее, чем на собаках Сколько воды утекло, друг мой По крайней мере, по человеческим меркам Но как? Когда я видел тебя в последний раз Я был булькающим бесформенным пятном Стекающим по колонне одного замка Сейчас я в несколько лучшей форме Не вполне восстановился Впрочем, будь я человеком Я бы вполне сошел, скажем, за полубога Прости Это была моя вина Я так и не успел попросить прощения Оставь, Геральт Дело прошлое Насильно меня с тобой никто не тащил Местный серийный убийца тебя, похоже, слушается Может, скажешь ему, чтоб никого больше не убивал? Затем я сюда и приехал Будет нелегко, Дэтлов порой исключительно упрям Но, как ты, вероятно, помнишь Я тоже так просто не сдаюсь Значит, так его зовут И он твой друг? Можно и так сказать В отличие от меня, он более Как бы вы это сказали Зверский Но я работаю над этим, не беспокойся Скверно у тебя выходит С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря А до того еще, по крайней мере, троих Уверен, у него были на то причины Да, есть декадентские говнюки Которые убивают людей для забавы Или просто, чтобы напиться Дэтлов не из них Так какие у него, по-твоему, причины? Именно это я и хочу узнать Чтобы потом убедить его, что он идет не тем путем Слишком ты в нем уверен Облик ваш различен Но внутри вы схожи У обоих благородные сердца Обоим случается совершать неблаговидные поступки Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству Дэтлов не хладнокровный убийца Думаю, он ввязался в дрянную историю Из которой не может выбраться Откуда такое предположение? Когда Вильгифорц расплавил меня Мои останки нашел Дэтлов Согласно нашему кодексу Он мог меня даже не трогать А мог позаботиться обо мне Он выбрал второй путь Регенерировал меня, не щадя собственной крови Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека Ты обязан ему жизнью Не только жизнью С тех пор мы, братья по крови Нас соединяют узы Которые людям и не снились Поэтому я знаю Происходит что-то нехорошее У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия Я знаю, что ты получил на него заказ Но ведь твоя задача остановить убийство Не обязательно его убивать, так? А, в принципе, да В таком случае давай его искать Надеюсь, я успею тебя убедить, что Дэтлов не чудовище А, ладно Но пока что многое против него Слышишь? Облава Рыцари пошли по моему следу Не хочу, чтобы меня здесь видели Я нашел пристанище на кладбище Мерлашес Приходи туда До встречи Встречаюсь с вампиром на кладбище Что может быть банальней? Так сразу ничего в голову и не приходит Я должен найти твоего приятеля И рассчитываю, что ты мне поможешь Сделаю все, что в моих силах Но дело не в том, что ты должен А в том, что Дэтлов хочет И если он не захочет, ты его не найдешь Что закрывает любую дискуссию Но должен же быть какой-то способ Вампира не обнаружить чувствами На нас не действует магия предсказаний Даже самый точный мегаскоп ничего не даст А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у одной из жертв бестий В излучине реки Труп был расчленен Причем кистей оказалось три Вот это с перстня мне показалось лишней Кроме того, ею интересовалась Брукса Это рука Дэтлафа, без сомнения И она нам пригодится Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковенариуса О сохранении памяти в тканях Хм, что-то припоминаю Я читал об этом в Алхимии Аблиттера Не стану углубляться в детали Но, коротко говоря, по произвольному фрагменту тканей Можно реконструировать то, что пережило все тело Как это работает? Нужны какие-то устройства? Надо приготовить микстуру Которой Ковенариус дал выразительное название «Отзвук» Она вводит в транс, приближенный к наркотическому И вызывает видения, связанные с сильными эмоциями Которые испытал хозяин тела Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни Простите Я только на минуточку Вы встряли в очередь Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас Сэр, вы были первым Пожалуйста, присядьте Этот господин был первым Шевелись, а то пожалеешь Ага, это знакомый вашего сиятельства И тут я велю ему сойти и уступить место Он стоял как дурак Ты бы его только видел Дали мы ему прикурить А мать решила купить эту мельницу Забавно, а? Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям Извини Что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, ты проснулся Увлекался как зверь пойманный в селки Я уже начал бояться, что тебе конец А было не слишком приятно Но, в общем-то, все удалось Что ты видел? Дела Кроа Убить его было нелегко Похоже, Дэтлов с ним сдружился И все-таки убил его А тело расчленил Потом он впал в ярость В раскаянии он отрезал себе руку, который совершил убийство Интересно Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды Дэтлов познакомился там с Дела Кроа И вернулся на то же место после убийства Интересно Будка кажется где-то в портовой части города А сам чистильщик вроде бы знает Дэтлова А это еще интереснее Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений Других зацепок нет Скажу, поговорю Интересует меня один человек Сейчас-сейчас До разговоров милости просим накреслиться У меня чистая обувь В этом городе ни у кого нет чистой обуви Разве что кто-то только что вышел от меня Прошу Ну, до какого вы хотели спросить? Об одном твоем клиенте Высокий, в хорошем черном сюртуке Не местный Дядьку Которого вы ищете Я знаю А вот как зовут? Нет Но он раз в пару дней заходит Он всегда добрый Платит больше нужно Знаешь, где его найти? Нет Но вы погуляйте тут Вдруг он появится У меня нет на это времени Ты точно не знаешь, где его искать? Может, помнишь, откуда он приходит? Я когда обувку чищу По сторонам не пялюсь Кто куда идет, не смотрю Я смотрю, у вас дела не очень О, а вот и ты Я задам правильный вопрос Видишь эту бутылочку, мальчик? Стоит добавить одну каплю в ваксу И даже самый грязный башмак Будет сиять, как купол собора святого любиды С ней ты без труда будешь чистить в три раза больше башмаков И получать больше денег Она твоя Если скажешь, где живет человек, которого мы ищем Я ему ботинки оставляю у одного дома в порту У такого, с красной дверью Но не знаю, там он живет или нет Даже не шелохнулось Придется выломать Умоляю, прояви немного Тарта С тем же успехом ты мог бы стоять на улице Лупить в бубен и кричать Дэтлов, я иду за тобой И что ты предлагаешь? Дай мне минуту Дэтлов, Вандер, Эритайн Ты не знаешь нас, но мы знаем тебя Мы знаем, что ты вампир Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Ренавет Мы заточим ее в подземелье кишащим крысами Мы сдерем с нее кожу Или ты можешь ее спасти Для этого отправляйся в Баклер И определенным образом убей пять человек На каждое убийство у тебя есть три дня Если не успеешь Вместо следующего письма Получишь палец своей возлюбленной Кто-то его шантажирует Кто такая Ренавет? Его давняя любовь Единственная людская женщина С которой он был близок Она приняла его И благодаря ей он нашел свое место В этом неприветливом для нас мире Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести Он всегда утверждал, что она пропала Вместе с ней исчезли все ее вещи Что опровергает тезис о том, что она была похищена По моему скромному разумению В один прекрасный день Дэтлов взбесился Она увидела иное его обличие, которое ее потрясло И тогда она ушла Дэтлов не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим справиться? А Дэтлов гораздо эмоциональнее людей Она была для него не просто любовью Любовницей Она стала членом его стаи А стаю по собственной воле не покидают Смотри, карточки с фамилиями Граф Крис Пи Граф Дю Лак Мильтон де Пейрак Пейрен Граф де Лакруа Это жертвы Дэтлафа Только это не его почерк Это присылает тот, кто написал письмо Все они написаны одними чернилами Видишь цвет? Здесь краситель киноварь Редкий минерал Встречается только... В Назаире Но это немногое нам дает Привезти чернила мог кто угодно Верно Возможно, стоит это запомнить Смотри Тот пятно От вина Ничего необычного Особенно в Баклере Может быть Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить Подведем итог, что у нас есть Кто-то шантажирует Дэтлафа И присылает ему листки с именами очередных жертв Имена написаны одними и теми же Назаирскими чернилами Не его рукой Немного Достаточно, чтобы признать Дэтлафа невиновым Похоже, он стал орудием в руках какого-то безумца Который велит ему убивать Это правда И это дает нам новую возможность Если мы найдем Ренавет Любой шантаж потеряет смысл Мы снимем Дэтлафа с этого крючка Вся эта идея Хм... Может, стоит попробовать, но... Что с Дэтлафом? Я буду искать его девушку, он убьет очередную жертву? Не убьет Я сумею его удержать Я объясню, что ты друг и помогаешь нам Я подожду здесь Должен же он появиться И он послушает? Да Может, мне подождать с тобой? Нет Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить Поверь мне Лучше я останусь тут один Ладно А я тем временем поговорю с княгиней В таком случае мы будем ждать тебя здесь Оба Прибыл Геральт из Ривии Мастер-Ведьмак А я не ошибся Ты приехал, и сразу начались неприятности Отойди, у меня дело к княгине Ну, наконец-то, Ведьмак А то мы уже теряем разум Ты настиг убийцу Мельтона? Дело гораздо сложнее, чем нам казалось Бестия Я не сумел ее убить Мы посылаем тебя за чудовищем А ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал Все не так просто Бестия – могущественный вампир Это проблема для Ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира Вымани его на солнечное место Или повесь на него чеснок И вбей в сердце осиновый кол С вампирами не сражаются чесноком Солнце и коле тоже не причиняют им вреда Такие методы помогают только в легендах А крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет крушина Лучше всего серебряный меч Но даже он – только вспомогательное средство Высшего вампира может убить только другой вампир Отговорки, ваша милость Я сейчас же соберу людей Пусть только Ведьмак скажет нам, где чудовище Смелей Пошли их на верную смерть Для одного Ведьмака это может и смерть А для сорокалатников очередная битва Сорок, пятьдесят Хотя бы сто Для него не будет никакой разницы Ты не видел моих гвардейцев в деле? Они умеют сражаться с туманом Поразят цель, летящую быстрее ветра Такие как он, зовутся высшими вампирами Каждый из них в чем-то особенный Можно даже сказать, исключительный Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей Другие повелевают животными Это всего лишь безмозглые бестии Ты ошибаешься Низшими вампирами, такими как Альп или Экима Управляет инстинкт Они бросаются на все, в чем почувствуют кровь А высшие вампиры Руководствуются разумом Чудовище, которое руководствуется разумом Интересно И что ты с ним намерен делать? Лучший способ поговорить с ним Я больше не могу Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище А тот собрался с ним разговаривать Я знаю, что делаю Его возлюбленную похитили, его шантажируют Шантажируют? Будь любезен, объясни нам, как можно шантажировать вампира У высших вампиров есть нечто общее с людьми Ими управляют не инстинкты, а эмоции Эти создания не только очень умны Они проявляют эмоциональную вовлеченность Даже любят Этот влюбился в обычную женщину И сделает все, чтобы ей не причинили вреда Ты хочешь отпустить убийцу Мельтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить Найти шантажист и освободить возлюбленную вампира Тебя наняли покончить с ним А не помогать ему Главное, чтобы никто больше не умер Если девушка будет в безопасности, ему не придется убивать Если подумать, может быть, ты и прав Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след – несколько листков На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв На одном осталась капля вина Но это никудышная улика Ваша милость вызывали? Ведьмак, покажи ему листки Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Так-так Скорее всего, западный берег Сан-Сритура Дозревала в бочке из баклярского дуба Цвет бургундский Чистый Все просто Это Сан-Греаль 1269 года Это... Это совершенно невозможно Это вино производит винодельня Кастель Равелло Исключительно для княжеского стола Может, Сан-Греаль украли? Мы должны поехать на винодельню Капитан де Латур Мы не ждали никого из столицы Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера Так что у нас полно работы Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио Ваша милость Нас не предупредили Я сейчас же велю приготовить гостевой зал Это не обязательно Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом Разумеется Мы приехали задать тебе несколько вопросов В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы Это Геральт из Ривии, ведьмак Который приехал в Тусэнд по моему личному приглашению А, это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением О, разумеется, Ваша милость Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы Мы хотим поговорить о Сангриале К вашим услугам Есть подозрение, что у вас украли сколько-то вина К вам в последнее время не забирались воры? Воры? Ничего об этом не знаю А пару дней назад я сам проводил ревизию И все сходится с описью Бочки все в погребе Я ручаюсь Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю? Можно сказать, только я Но ведь сам ты вина не делаешь Здесь работает человек 20, не меньше Видно, не знаешь, как рождается вино Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать Сангриалем Помощники работают с вином только до ферментации Мацерацию я провожу лично И никого к чану с вином не допускаю Мне также помогают при переливании вина в бочке Мастер Фабрицию Я очень в тебе разочарована Но ведь ваша милость Я... Ты в шаге от Эшафота Говори правду И, возможно, сохрани жизнь При... признаюсь Я продал бочку Сангриаля Умоляю, простите Зачем ты это сделал? Не устоял Так много предлагали И отдал себя уговорить Ты мало получаешь от меня? Я... Хотел выкупить родовое имение Тут моего ничего нет У меня есть крыша над головой Есть пропитание Ну... Что же за дворянин без собственной земли? Я все скажу Только помилосердствуйте Кому ты продал вино? Несколько недель назад В Фазанерии Ко мне прицепился богатый дворянин Он рассказывал, что служит дипломатом Что у него связи при дворе Предложил провернуть дело Несколько его клиентов Обещали за облачные суммы Даже за капельку Сангриаля Он был посредником Как он представился? Имени он не называл Высокий, черноволосый Говорил с акцентом Утверждал, что родом Из центра Расскажи, как ты передавал вино Мы встретились Под покровом ночи На руинах крепости Остре С ним пришло Человек двадцать Все вооруженные С виду серьезные Я им привез Одну бочку Они переложили ее На свою телегу И мы разошлись в разные стороны И все? Больше ты их не видел? Они Несколько дней назад Они прислали Вестника Сказали, нужна еще бочка вина И Я уже ее приготовил Собирался отправить Этого хватит Я уже знаю все, что нужно Я поеду со следующей бочкой А Дамьен с солдатами Будут меня прикрывать Тихо Подождем А вот и винокур Это не он Капитан Окажите честь Кто вас послал? Зовут его пес И говорят, что он твою мать ебал Еще раз Кто вас послал? Твоей бабой, любовник Зовут Подожди Не хочет Пусть не говорит Он поможет нам Иначе Иначе Ведьмаку наверняка Нужна приманка Для бестия Из баклера Это Как же это? Разумеется Он мне пригодится В таком случае Он твой Капитан Пусть твои люди Найдут крепкую веревку Чтоб не порвалась Когда мы подвесим его на дереве Веревку Веревку Отличная выйдет приманка Для чудовищ Если они почувствуют запах крови Ну уж об этом я позабочусь Что? Нет Сука, нет Остановите его Не дергайся Береги силы Тебе предстоит долгая ночь Нет Остановите его Я все скажу Кто тебя нанял? Он Он меня убьет Я тебя должен больше беспокоить Что за он? Ну быстро Говори Зовут Центриец Я его никогда не видел Но знаю Что это он нанимал людей для дела Так и говорили Мол Мы работаем на Центрица Больше не знаю Клянусь Капитан Едем в город Собери людей И поищи этого Центрица Наверняка его еще кто-то видел Так точно, Ваша милость Как только я что-нибудь узнаю Я явлюсь во дворец Я не возвращаюсь во дворец Наша с Ведьмаком миссия еще не окончена Мы будем ждать тебя на посту возле порта Мне вот что интересно, Ведьмак Как ты можешь быть так Нечеловечески спокоен? Это побочный эффект мутаций Ведьмаки редко нервничают А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться Может и сумеет Только этот Центриец Не простой головорез Ему удалось выкрасть Княжеское вино из-под носа У моих гвардейцев Если бы не случайность Мы бы никогда об этом не узнали И это он назначал жертв вампиру Нужна отчаянная самоуверенность Чтобы шантажировать такое чудовище Мы не знаем, стоит ли Центриец За похищением и шантажом Он мог заниматься только кражей вина Даже если так Он продавал вино шантажистам Как по мне, это вполне делает его соучастником Не важно, Центриец приказал совершить эти убийства или нет Мы должны его найти Даже если это не его рук дело Он может знать имя шантажиста Кроме того, есть еще один вопрос Столь же важный, как и то, кто заказал убийство Зачем? Кто-то идет Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад Центриец работает не один Мы боремся не с ним А с целой бандой Он подослал к нам своих головорезов У одного гвардейца сломана рука У другого раздроблено колено Он останется хромым А за твою голову, ведьмак Он, кажется, назначил немалую награду Лучше давай перейдем к делу Удалось что-нибудь узнать? Расскажу все с самого начала Мы проверили, кто снял портовый склад Куда раньше свозили вино Нанимателем нищий Подставное лицо Мы нашли его и расспросили Того, кто заплатил за аренду склада Он встретил, когда просил милостыню у Фазанерии Там нам помог случай Официантка вспомнила, что пролила вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом И как он выглядел? Описание не слишком приметное Красивый мужчина С бородой Это мог быть кто угодно Но она вспомнила Кем была его спутница Центриц Встречался с Сесилией Биланте С певицей? Я слышала о ней Говорят, она очень талантлива С ней самой Мы сейчас же отправились к ней домой Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином Она пригласила его на прием в Мандрагорь Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием Ведьмак, ты читаешь мои мысли Я соберу людей, оцепим место встречи Мышь не проскочит Исключено Если у центрийца есть люди по всему городу Он может узнать о засаде и снова улезнет от нас Верно Надо действовать осторожно Лучше будет смешаться с толпой Мы так и сделаем Есть мысли, как искать этого центрийца? Главное его не спугнуть Лучше спрашивать про его партнершу Сесилию Это не вызовет подозрения Найдем ее, найдем и его Пойдем Наша очередь Милостивая государыня Милостивый государь Приветствую вас на приеме Мандрагоры Сегодняшним вечером вашему особому вниманию рекомендую зрелище Подготовленное артистами из нашего общества Нам бы очень хотелось встретить Сесилию Беланды Вы ее поклонники? Уверен, вам представится сегодня не одна возможность с ней поговорить В этой толпе будет непросто ее найти Может подскажете, где ее искать? Я не знаю, где она сейчас Но дам вам совет Мы слушаем Ищите коверскую орхидею То есть? У Сесилии она вплетена в волосы По этой орхидее вы узнаете ее без труда Ну и ну А Лютик говорит, что художники еле сводят концы с концами Этот особняк не принадлежит никому из них Они здесь гости Хозяйка особняка Ариана Женщина в черном платье Вон, на балконе Вижу Она без маски? Это не имело бы смысла Все равно все бы ее узнали Надо искать орхидею Найдем Сесилию Найдем и Центрица Не мешайте Не мешайте Ага Цветок подходит Разумеется, подходит Орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи У нас дело к вашей модели Это займет всего минуту Ко мне? Не двигайтесь Можете разговаривать, но прошу Не двигайтесь Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами С... Со мной? Но зачем? Расскажите о Центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли Центрийском дворянине? А-а-а-а Вы думаете, я Сесилия? Меня, должно быть, сбила с толку Орхидея Я же говорил! Не двигайтесь! После выступления Сесилия бросила цветок в толпу И я его поймала Но я видела этого дворянина Нам очень нужно с ним поговорить Как он выглядел? Как все Высокий брюнет в маске Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок Такую коробочку в форме сердца И потом они пошли к столам с угощением Милостивые господа Так невозможно работать Оставьте нас Пустая коробочка в форме сердца Похоже на коробку отдыха Наверное, это подарок от Чентриц Запах все еще чувствуется Пойдем по нему Это не сразу после того, как ты поехала с ним Вход только для членов Мандрагоры Ничем не могу помочь Пойдем Что-нибудь придумаем Я... Я везде узнаю этот голос Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то? Я 15 лет служил во дворце Ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю Тш... Не так громко Мы здесь инкогнито Это дело государственной важности Так точно Чем я могу вам служить? Мы ищем Сесилию Биланты Не видел ее? Она в гримерной Пришла в компанию какого-то дворянина У них явно... Что-то между ними явно было Как он выглядел? Высокий Широк в плечах Из-под маски была видна черная борода Говорил с наземным акцентом Ну вот так растягивал Это наверняка он Нам нужно в ее гримерную Как можно скорее Так точно Я вас отведу Оставайся здесь А если кто-то попытается бежать Задержи его Так точно Это... Это видимо Сесилия Пульса нет Мы опоздали Он Перерезал ей горло Животное Через дверь он не выходил Стражник бы его заметил Возможно он еще здесь Найди его Пока он не причинил вреда кому-то еще Я сейчас же уведомлю Ариану Пусть закончит прием Нам нельзя разделяться Геральт Я справлюсь Беги за преступником А я приведу помощь Кажется драгоценность была в шкатулке Центриец собирался ее взять Но кто-то ему помешал Завязалась схватка И в итоге кто-то выпал из окна Он должен был разбиться Драгоценность все еще здесь Значит этим кем-то был сам Центриец Так это следователь Ведьмак Верно? Да Мы вместе обнаружили тело А затем он пошел По следу убийцы И попал сюда Но здесь я нашел только следы борьбы Кажется с последней жертвой Центриец не справился Жаль только Сисилии это уже не поможет Бедная девушка Я всегда говорила ей Что она выбирает не тех мужчин Но я подумать не могла Что она приведет сюда убийцу Я скажу прислуге Пусть сейчас же займутся ее телом Мы же давайте присядем И я расскажу вам все в подробностях Я застала его за кражей Он рылся в моих вещах Выискивая ценности И что? Ты вызвала стражу? Нет У меня не было времени Он же мог сбежать Он как раз стоял ко мне спиной Так что я напала сама Он ударился головой о раму картины У него хлынула кровь Он был в бешенстве Вытащил нож А потом все пронеслось Как в тумане Я сумела выбить в него нож Оттолкнула его А он Выпал из окна Именно так Значит, когда вы вошли в комнату Этот человек воровал ваши вещи Он стоял над моим туалетным столиком И разглядывал украшения Угу Он пришел за этой вещицей Я нашел ее здесь же Но это же сердце Тусента Ариана Откуда оно у тебя? Я Купила его много лет назад У какой-то молодой женщины Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье Потом оно пропало Вот уж не думала, что оно найдется Похоже, кто-то очень хотел его найти Вор оставил сумку с инструментами А внутри был этот рисунок Взгляните Сердце Тусента Очень точно нарисовано Центрейц работал на заказ И отлично знал, что ищет То есть... То есть мы ищем не его А его заказчика Это наша единственная улика Есть еще оружие С которым он напал на Ариану Охотничий нож для свежевания дичи На рукояти какой-то герб Это родовой герб Дунтыны Хозяин этого замка Страстный охотник Может быть, пойдем по этому следу? Ариана Надеюсь, что Все, что здесь было сказано Вы Сохраните в тайне Если станет известно Что кража закончилась неудачей То заказчик может от нас уйти Так что надо действовать Осторожно Молчание важно для всех нас Я не спрашиваю о ваших делах Но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить Прошу меня простить Госпожа Ариана Можно вас на два слова? Простите, я на минуту Рисунок сделан на той же бумаге На которой написаны имена жертв вампира Его нарисовали теми же чернилами Похоже, это работа наших шантажистов Значит, они заставили бестию убивать А кроме того, украли Сангриаль И попытались добыть сердце Тусента И виной драгоценность напрямую связаны с тобой Что-то мне не верится, что это случайность Я бы сказал, что следующей частью плана Может стать покушение на твою жизнь Это может быть кое-что другое Среди заговорщиков Может быть, моя сестра Сиана Ее отлучили от двора Когда мы были еще детьми Мои родители ее изгнали С тех пор я ее не видела Почему твою сестру изгнали? Сиана была Проклята Твои родители столкнулись с чародеем? Нет Она родилась в дурной час Говорили, ее коснулось проклятия Черного Солнца Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу Случаи с Черным Солнцем возможны А может, все потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным Наверное, ей было нелегко Она... Она была зла на весь свет Чувствовала себя хуже других Но скрывала это под маской самоуверенности и наглости Она... Бывала жестокой Помню один такой случай Она внушила Сидрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее Мы были еще детьми, а брат Сидрика был в меня влюблен Это было невинное детское увлечение Сиана об этом знала Она сказала Сидрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата Сидрик стащил у отца меч и зарубил брата Она загубила этой шуткой две жизни Сидрик не простил себя по сей день В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад И все это время я тосковала по ней Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь? Она всегда была собственницей Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила Я думал, так всегда бывает между сестрами Верно Я ведь тоже в долгу не оставалась Иногда мне очень ее не хватает Кража моего вина была первой уликой Это очень в ее стиле Она любила утереть мне нос И я окончательно убедилась после сердца Тусента Она получила его в подарок от отца В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка Если кто-то захотел сначала получить мою вину А после украсть фамильную драгоценность То это, скорее всего, была моя сестра Причудливое желание опальной княжны Похоже на правду Твоя миссия обретает новое значение Отправляйся в Дунтыны И если Сиана все еще там, найди ее Несмотря на то, что она сделала Волос не должен упасть с ее головы И ты позаботишься об этом Я не могу гарантировать ее безопасности Особенно если она одна из тех, кто отвечает за произошедшее Это приказ, ведьмак Ваша милость, Геральт Я хотела вам представить Регис, какой сюрприз Я не знала, что ты в Баклере А это... Мой близкий друг Детлов Вандер Эретайн Он прибыл из Нозаира Мы вместе помогаем присутствующему здесь ведьмаку Ах, вот как Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз И я пригласила Региса на бокал вина Мы знакомы Очень-очень давно Кажется, вы двое тоже старые знакомые и даже друзья Я вижу, ты удивлена Никогда не допустила бы мысли, что Регис найдет общий язык с... Ведьмаком Не дай себя обмануть, дорогая Геральт истинный кладезь достоинств Только он скрывает их от мира Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом Подозревая, что речь идет о бестии Мастер-ведьмак, может вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом С некоторыми достаточно просто поговорить Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у Ведьмака? За то, что убивал Однако порой у монстров нет выбора Особенно, если надо защищать близких С людьми все то же самое Иногда ты вынужден убивать Ты это понимаешь? Наверное, поэтому ты друг Региса Если я правильно тебя понимаю Ты бы предпочел помочь чудовищу А не убивать его Да, если это возможно По крайней мере, я бы попытался Довольно разговоров о Ведьмачьем ремесле Регис упоминал, что ты родом из Назаира Я была там в детстве У вас приятные воспоминания? Великолепные Я помню, я была в восторге от местной моды Больше всего мне нравились эти платья С глубокими разрезами Похоже, у нас кончается вино Я пошлю в погреб за новой бутылкой Позвольте, я схожу Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня Сейчас вернемся Невероятная беседа ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусента Весьма, Регис, весьма невероятная Надо поговорить Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа Геральт, позволь, я тебе объясню Это я тебе сейчас объясню Он опасен, а ты взялся за ним следить Дорогой мой, именно это я и делаю Детлоф верит, что ты выполнишь задание И никого больше не убьет Мне удалось узнать, где шантажисты Они сидят в замке Дунтынны Замечательно Если они там, то и Рена там же Княгиня подозревает, что в этом деле Замешана ее давно пропавшая сестра Возможно, она Связана с шантажистами То есть теперь ты должен вытащить оттуда Двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу Он жаждет мести Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Регис, мы не можем рисковать Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны Один? Один Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится Надеюсь, ты знаешь, что делаешь Ладно, я займусь Детлофом Удачи, мой друг Чудесно, Детлоф Я рада, что ты напомнил мне об этом Ну, а вот и вы Долго же выходили Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется Особенно, если пить его предстоит столь известным дамам Регис, как всегда, Галантин Тем более, я сожалею, что не допью с вами эту бутылку Обязанности зовут Ваша милость Было очень приятно Благодарю за помощь, она неоценима Геральт, ты меня проводишь? Идём на мельницу, там всё и обсудим Значит так Дунтынна состоит из нескольких зданий, окружённых стеной Центральную часть занимает замок Родерик его недавно отремонтировал Мы хотим ударить здесь Со стороны главных ворот И захватить территорию перед замком Мы ударим с двух сторон Отвлеките защитников Я зайду в крепость с тыла, найду девушек И позабочусь, чтобы им не причинили вреда Я перелезу через стену, как только вы начнёте бой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Началось Быстрей, берём коней для рода Рика и валим отсюда Если стены не выдержат, мы далеко не уйдём Не так быстро Придётся изменить планы Ну, где ну, какude Ну вот тут кто-то есть. Прорвались с той стороны. Все сюда! Убить его! Окружить его! Окружить и убить! Окружить его! Окружить и убить! Оставь мне жизнь. Я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки-центрица? Где похищенная девушка? Что? О чем? Какая девушка? Я... Я ничего не знаю. Ни о каком бы похищении. Это, видно, мои гости. Где они сейчас? В замке готов... готовится бежать. У них есть спутница? Женщина по имени Сиана. Разуме... разумеется. Это... это она меня убедила их... принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Две вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак. Я бы все... все для нее сделал. Где она? В замке? Да. Ее... ее комната в башне. На самом верху. Что... что со мной будет? Оставлю тебя княжеской гвардии, если не истечешь кровью. Тьфу! Чтоб тебя... Это ваш последний шанс. Сдавайтесь. Во что нас эта сука втравила? Бей его! Вперед! Да. Тьфу! Бей его! Бей его! isen вас просто! Они мне за все заплатят! Не трожь! Я выдал найти вас здесь. Мы подумали, что помощь тебе не помешает. Ведьмак, нет времени объяснять. Где Рена? Думаю, внутри мы все узнаем. Так пойдем уже. Рена! С тобой. Что с тобой? Если кто из них... Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Я... Прости, я тебя подвел. Осталось найти сестру Анны Генриетты. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерико, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый Сангриаль. К чему ты клонишь? Не надо. Не строй из себя дурочку. Я знаю, что все это часть твоего плана. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Дэтлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя. Ты должен выслушать Геральта. Рена... Не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты. Книгини Тусэнта. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне, и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в баклер человека по прозвищу Центрийц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Угу. Мне очень жаль, Дэтлаф. Ты был лишь частью ее плана. Ты придешь в Тесхам, мутно, и все объяснишь. Не придешь. Я сравняю баклер с землей. Обещаю. Даю три дня. Я буду ждать. Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана. И все-таки это ты. Сестричка. Во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься. Правда. Я понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь. Но обещаю, что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах. Мы еще об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернемся. Слушаюсь, Ваша милость. А тебе ведьмак. Моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Родериком манипулировали, точно так же, как и вампиром. Кстати, ты выяснил, кто похитил его возлюбленного? Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость. Я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлаф. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоной живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Баклер. Он посмел нам грозить? Ваша милость, у нас есть три дня, чтобы привезти ему Сиану и... Замолчи. У вас три дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать. Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками, без трофеев. Я вообще не нервничаю. Мутации. Ты же помнишь о них? Помню, разумеется. Это отговорка, которую ты используешь, когда не хочешь о чем-то говорить. Да. Так что сменим тему. А как... как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения. Крестьяне ругаются матом, мещане требуют вернуть задаток, дворяне пытаются затравить тебя собаками. А владыки? Обычно грозят эшафотом. Судари, вас ожидает досточтимая княжна. Ваша милость. Народ требует кары. Сиана совершила столь страшные преступления, пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин, и я совершу преступление. Жертвой будешь ты. Повторяю последний раз. Сиана в ответе за множество смертей. Но она моя сестра. Учитывая кровные узы и наше прошлое, я не допущу самосуда. Опасаюсь, ваша милость, что чернь может подняться. Они могут взять темницу штурмом. Пусть себе штурмуют. Ее там нет. Сиана в безопасном месте. И будет там ожидать суда, покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира. Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились. Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт. Где он? Где Деттлов? Не знаю. След оборвался. Это все, что ты можешь сказать? Я берегу время вашей милости и говорю, как есть. Иногда я устраиваю охоту на лис. Вы знаете, как это выглядит? Великий ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. Быть может, вместо ведьмака, вашей милости, следовало нанять легавую? Ты ходишь по тонкому льду, ведьмак. Очень тонкому. Я бы попросила тебя все-таки выбирать выражение. Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость. Вампиры. Что? Ну, говори. Вампиры. Напали на город. Капитан Деллатур обороняет площадь возле пристани. Но множество убитых. Зараза. Раз уж Деллат хочет войны, он ее получит. Геральт, за дело. Больше никаких отговорок. Пальмерин, ты... Уберите ее. Уберите ее. Уберите ее. Сиана не явилась навстречу. Вот, пожалуйста. Детлов не шутил. Да. И нам тоже надо заняться этим всерьез. Дело зашло слишком далеко. Надо его найти и остановить. Только как? Мы уже все испробовали. Ну, это не совсем так. Видишь ли, где-то неподалеку живет один из скрытых. Древних могущественных вампиров. Самых древних и самых могущественных. Да, и? Тус-Энд. Земли Скрытого. Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится. А значит, достаточно одного его слова, и Детлов явится в указанное место. И как убедить этого Скрытого, чтобы он вызвал Детлова? Сперва хорошо было бы его найти. Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды. А вот местный... Местный... Возьмем, к примеру, Арианну. Видишь ли, она тоже... Я догадался. Сходи к Ариане, попроси, чтобы она направила тебя к Скрытому. Может, она согласится. А ты что будешь делать? Сейчас сделаю все, что могу, чтобы по возможности сократить число жертв. Если узнаешь, где искать Скрытого, шепни словечко птицам. Я тебе помогу. Даже если придется выступить против Детлафа? Даже если так. Удачи, Геральт. Ты куда-то спешишь? И даже очень. Будь любезен, уйди с дороги. Ты, может быть, не знаешь, что творится в городе? Разумеется, знаю. Это возмутительно. Я должен увидеть вашего Скрытого. Убедить его, чтобы он остановил Детлафа. Ты вроде можешь в этом помочь. Ай-яй-яй. Кажется, я должна поговорить с Рейгисом. Он стал слишком... неосмотрительным. А ты, если хочешь совершить самоубийство, выбери способ попроще. Прыгни с моста, например. Я просто хочу поговорить. Поговорить? Ничего себе. Скрытый разорвет тебя прежде, чем ты откроешь рот. Это уже моя забота. Ты мне поможешь или нет? Хм... Мне тоже не нравится ситуация в городе. Но выдавать такую тайну ведьмаку... Знаешь что? Поехали со мной. Закончу свои дела, тогда и поговорим. И ты либо едешь со мной, либо заканчиваешь этот волнующий монолог в одиночестве. Ну... Будь по-твоему. Так куда мы едем? Недалеко. Видишь ли, я держу под Баклером такое... заведение. Приют, проще говоря. Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе. Сам понимаешь, учитывая обстоятельства, к этому надо отнестись серьезно. Такой приют обходится тебе в целое состояние. Видишь ли, я питаю слабость к детям. В смысле? В таком, что... Погоди. Чувствуешь? Кровь. Орно. 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 Что тут случилось? Где Орно? Говори. Прошу. Щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ. Я так боялся. Так боялся. Чего? Расскажи нам по порядку. Нас разбудили колокола. Потом крики. Я спрятался под одеяло, чтобы не слышать. Но было очень громко. И что-то стало стучать к крышу. Бум, бум. И сильнее, и сильнее. Тогда дядя Орно пришел и сказал, сидите тихо, тихонечко, и ничего не будет. Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Что было дальше? Бартыш, Нив, Мавры и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я сажал ей рот и шептал. Ш-ш-ш-ш-щ-щ-щ. Долго, пока она не затихла. Хочешь сказать, ты ее... Не спрашивай. Кто такой этот Орно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили, как приманку. Дядя Орно говорил, сидите тихо, как мышки, и чудовище не придет. Но оно пришло. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. А ты выследи эту скотину и принеси мне его голову. Тогда я помогу тебе найти скрытого. Иди сюда, малыш. Я тебе спою. В поле спят мотыльки, Уж свернулся у реки. Только котик не спит, И в окно все глядит, Кто же от гули его защитит? КОНЕЦ А с ведьмаками ты дрался, ублюдок? Орианна! Оставь его, тварь! Я думал, это займет больше времени. Так и есть. Я еще не закончил. Мне еще надо заняться тобой. Приют был для тебя чем-то вроде винного погреба, да? Кладовкой! Заметь, я никогда не говорила, что помогаю этим детям по доброте душевной. Выйди отсюда, малыш, и закрой за собой дверь. Нет! Оставь ее! Госпожа Ориана о нас заботилась! Она забрала нас с улицы, покупала нам сладости, пела нам! Не трожь ее! Видишь, ведьмак, мир не бывает черно-белым. Я пила кровь этих детей, да, это правда. Но никогда не забирала столько, чтобы убить. И многое даю им взамен. Так что мне тебе еще и спасибо сказать? А? За такую заботу. Забавно, что тебя так взволновала их судьба. У ведьмаков детям лучше? Сколько мальчиков переживают испытания? Я не буду с тобой это обсуждать. Тогда вернемся к делу. Я сделал, что ты просила. Этих детей убил Гаркаин. Из тех, кого призвал Деплов. Он должен был напасть на город, но запах детей, видимо, привлек его сюда. Да, он разносится далеко. Он сладок, он дразнит чувства. Говори, где искать Скрытого? У него логово к западу от города на той стороне озера. Найди пещеру возле берега. А этот камень откроет потайную дверь. Я навещаю Скрытого только в крайнем случае. Сам увидишь почему. Ты же понимаешь, что однажды я к тебе вернусь. Хм. В таком случае буду ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Мы должно быть близко. Откуда ты знаешь? Слушай. Я ничего не слышу. Ни крыс, ни летучих мышей. Мертвая тишина. Я говорил, он не любит гостей. Мертвая тишина. Мертвая тишина. Мертвая тишина. А я нет. Рано или поздно Детлаф доставит тебе неприятности. Мертвая тишина. Но твоему покою придет конец. Сюда будут ходить всякие странствующие рыцари, чародеи. Можешь быть уверен. Ты убьешь их. Они потом затопят эти пещеры или притащат взрывников из Махакама. И разнесут все вдребезги. Нет. Это место должно быть в безопасности, врата. Что вы собираетесь делать? Мы попробуем убедить Детлафа отступить от города. Он согласится? Скорее всего, нет. Но мы попробуем. Если будет схладка. Если ты поможешь убить. Я буду проклят. Я знаю. И все же я прошу, чтобы ты вызвал Детлафа. Куда? Тесхам мутно. Отправляйтесь туда. Когда я вас услышу, я велю Детлафу прибыть. Благодарю. Прочь. Продолжение следует. Красиво здесь. Правда. Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтын. Жаль мы здесь при таких обстоятельствах. Да. Жаль. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вы не смогли меня найти и потому заставили прийти навстречу Зачем? Сам знаешь Меня утомляет гадать, что люди имеют в виду Так что или скажи уже, или оставь меня в покое Я понимаю твой гнев, но ты должен прекратить нападение на город немедленно Я поставил ясные условия, я хочу видеться с Реном Хочу увидеть Сиану, а ее тут нет Ты же понимаешь, княгиня ее не освободит Тогда пусть княгиня расхлебывает последствия Детлаф, я тебя прошу, из-за одной женщины Ты ничего не понимаешь Давайте покончим с этим Детлаф, я тебя прошу, из-за одной женщины Детлаф, я тебя прошу, из-за одной женщины Ублюдок, не надо было вмешиваться Зараза 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 Надяце Если веришь твой голос не чередали Полинца! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok